Всем привет, с вами снова Шнуров и сегодня по просьбе одного из моих зрителей я запишу видео про артефакты в четвертых героях сразу же скажу что ну во первых мы играем на версии мода эквилибрис 351 играем онлайн против живых оппонентов и в связи с этим данный обзор не претендует на полный обзор всех артефактов которые есть героях описание всех артефактов можете посмотреть на многочисленных сайтах этой информации много сегодня мы поговорим о тех артефактах которые наиболее важны приятны к обладанию именно в онлайн игре против живого оппонента потому что в принципе у всех артефактов которые есть в игре кроме одного есть своя зона применения есть свои плюсы где-то может там рулить любой артефакт вот кроме вот этого я честно скажу что применение именно этому артефакту четвертых героев я не нашел вот это единственно как мне кажется полностью бесполезная вещь который только может оказаться на карте артефакты у нас делятся вы знаете наверняка что там на категории категории достаточно условно и в эквилибрисе ряд артефактов перешли из одной категории в другой это и там и трэжери миноры мажоры и реликты так как я играю лично ну и собственно говоря призываю вас тоже мы играем нашем комьюнити в основном на картах из пула ежегодно проводящегося чемпионата мира по героям 4 онлайн традиционно в сентябре вот уже 14 год подряд появится пройдет очередной чемпионат можно начинать готовиться на этих картах часть артефактов просто закрыта поэтому некоторые из артефактов я скорее всего может быть даже не заслуженно обойду вниманием в частности на картах закрыты все релики то есть они просто там не выпадают за исключением некоторых которых можно получить в скриптах поэтому я к ним вернусь когда буду говорить о соответствующих категориях потому что артефакты я не буду делить на миноры мажоры и так далее а буду делить их по категориям их применимости их нужности их полезности потому что иной иной трежери бывают полезней иного мажора ну что же начнем да еще кстати хотел добавить что вот по той причине не будет в обзоре всяческих артефактов из сборников из грядущей бури они конечно больше под сценарии под сюжет а у нас злой онлайн где надо побить оппонента финальной битве ну для начала поговорим о составе армии на финальную битву чтобы понимать кого мы будем в эти артефакты одевать разумеется нет там понятной и четкой схемы сколько кого и чего будет это все очень зависит от карты карту нас в пуле восемь и на каждой карте есть свои при бабахи до назовем их так но в среднем в среднем в армии у нас три четыре героя может быть пять ну и соответственно от двух до четырех стеков юнитов кто у нас обязателен в армии обязателен в армии у нас тактик если карты играется через дипломатию таких у нас две карты powerspot и bizarro то с некоторой вероятностью это будет лорд командор из-за класса плюс два морали или это будет генерал ну плюс один морали у него класс тоже очень полезно кто еще у нас в армии у нас обязательно должен быть но опять же повторяюсь за редким исключением я говорю о таком сферическом коне в вакууме что обычно бывает это бегун с патч-файндингом обязательный и он там что-то у нас знает в маг и несколько магов прокачанных там зависимости от количества xp на карте мастера гранд мастера бегун тоже может быть там адвансом экспертом мастером или гранд мастером зависимости от того сколько xp в армии то есть тактик бегун с какой-то магией и несколько каких-то магов каких-то школ об этом тоже поговорим из прокачки еще отметим что так как очень важно выживаемость магов им вкачиваем комбат и по возможности резист для повышения защиты и количество хп вот такие герои поговорим про артефакты которых мы на них будем одевать у нас в отличие так как у нас в армии несколько героев то в отличие от третьих героев нам не надо выбирать одну шапку которую мы и одно пузо которое мы оденем на единственного героя у нас может быть несколько артефактов о том как лучше их комбинировать я записывал отдельный гайд про геройский шмот как его одевать как его использовать он прежде всего касался тактического шмота кому будет интересно я можно найти это в моих гайдах на ю тубе добавлю ссылочку в описании ну и так побежали артефакты первое простое самое очевидное что о чем хочется сказать это так как у нас практически обязателен к прокачке первый самый важный герой это бегун для увеличения мобильности на карте для нас очень важными на карте являются артефакты которые дают увеличение хода по карте перчатки сапоги в редких исключениях это боты чаще всего но по крайней мере на тех картах в которые мы играем как строители понимают важность этих артефактов и дают их не рандомно отдают их ну скажем так с примерно равной возможностью для получения каждый сторон ну например на плейнсах это сапоги за которые нужно побить мантис сеть на лодочку пересесть в общем ну и доплыть и забрать их и отсюда сбежать у одной стороны и у второй абсолютно аналогичная история те же мантисы такой же бережок и такие же сапожки на карте powerspot двое таких идентификаторов передвижения это боты которые вот в таком закуточки в телепорте то есть за залезаем в телепорт пробиваем охрану и забираем боты и есть еще перчатки тоже у обоих игроков одинаковые здесь и здесь чтобы получить ним доступ надо опять же сесть в лодку и за 15 тысяч купить к ним проход то есть вот такие важные артефакты эти перчатки значит они очень важны очень важны вот эти артефакты поэтому собственно говоря если на карте к ним есть доступ значит чаще всего надо строить свою игру чтобы их получить побыстрее это что касается разных там перчаток сапогов теперь поговорим про выживаемость героев как я говорил мы качаем им комбат мы повышаем им защиту для того чтобы герои финальной битве дольше жили это очень важная история и здесь мы посмотрим вот на эту группу это нагрудники прежде всего каких какой нагрудник мы больше всего хотим увидеть ну если мы играем не против барба против какой-то магической расы то конечно мы прежде всего хотим увидеть нагрудник который дает герою защиту от войска магии противоположной расы то есть это является наиболее желанным но вообще желательно всех героев одевать в нагрудники всем повышать защиту сколько бы вас их не было отдельно отмечу вот этот dragon scale armor он дает fire resistance той защиту от огня он очень полезен при против черных драконов мега драконов фениксов то есть тех кто атакует дополнительно огнем мега дракон не прожжет вас в этом нагрудники и фриты не ударят огненным щитом если в этом нагруднике то есть очень важная штука то есть нагрудники мы хотим видеть но там по степени это полезности это нагрудники от противоположной школы то есть от школы соперника грифон грифанхарт дает то есть они все дают по 20 и вард грифанхарт дает 30 защиты круто есть релик адамант дает 50 защиты еще круче ну вот это всего дает защиту 10 самый слабый из нагрудников но это спорный нагрудник дает fire shield такой не особый да вот это неплохой нагрудник дает 25 но добавляет стоимость маны плюс один то есть магом в нем тяжеловато но еще отмечу такие вещи которые повышают выживаемость героев это накидки сопротивления магии разные 30 70 50 и есть релик на 100 то есть защита от магии тоже очень важно для героев особенно когда мы играем против ну в частности хаоса ты вообще против кого мы не играли мы не знаем какие герои с какой магией к нам придут и два колечка два колечка кольцо здоровья который повышает на 50 процентов хп это вообще топчик то есть было 180 жизни одели кольцо стало 270 это прям топ кольцо регенерации не самый сильный там минор в этой игре но иногда тоже там особенно в сочетании с бронь к регенерации может подрулить до если вражеские войска героя не убили он на своем ходу особенно на высоком уровне значительно подлечился это что касается выживаемости героев в игре теперь поговорим про наших магов который как мы говорили кроме тактика и бегуна тактика ставим на сладкое у нас обязательно присутствуют какие-то маги скорее всего причем даже чаще всего когда мы играем за барба но прежде всего это книжки 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 школы магии книжки 1 2 3 4 или релик 5 уровень книжки мы конечно на респе видеть очень хотим иногда наличие книжки там коренным образом меняет влияет на выбор героев на выборах прокачки и в том числе увидев какую-то книжку мы можем решить там прокачать дополнительного героя или выберем там третьему четвертому герою специализацию под книжку и прокачаем это же касается книжки четвертого уровня там под нее можно качать мага то есть книжки на респе любые могут рулить даже первый и второй уровень иногда затаскивают игру потому что в первом уровне может быть очень важный там не знаю там экзорцизм есть если у вас есть маги лайфа который позволяет вам убирать контроль с ваших войск в книжке второго уровня много контроля за каждую расу там практически и песни мира и конфуз и рой ос и так далее в общем книжки важная история которая сильно влияет на игру и несколько слов о посохах посохи хорошая штука но по мне чуток как сказать скажем так не имба мягко говоря конечно на 50 процентов увеличить урон от хаоса очень круто например да или там на 50 процентов больше лечить призывать и так далее вся беда посоха что он занимает две руки и вот вы вот так вот его объединить там с книжкой не можете ты вообще этот эти слоты могут занять какие-то другие артефакты поэтому два слота который занимает посох значительно снижает его ценность в нашем комьюнити сейчас идет небольшая переработка мода эквилибрис проект называется reborn можно увидеть я скорее всего там на нем тоже скоро начну играть появляются новые заклинания меняются там свойства артефакта в частности и вот в ребор не посох занимает только одну руку и это уже значительно увеличивает его применяемость в игре так поговорили про магов проговорили про выживаемость героев ну и теперь потихонечку переходим к тактике самое сладкое это усиление наших войск первое о чем хотел сказать это усиление защиты войск защита войск у нас увеличивается с помощью щитков ну и соответственно аналогично бронькам мы также хотим видеть скорее всего на себе щит против расы оппонента против всех пяти магических раз есть щиточки да что на 50 процентов снизит урон который наносит войска расы оппонента аналогичный щиточек очень важный против хаоса против природы с фениксами это dragon скейл шилд который аналогично вешает только на войска уже на на все фрэнли кричис fire resistance и они перестают прожигаться фениксами черными драконами мега драконами перестают получать урон от и фритов от их щита ну и плюс то есть все они дают по 30 процентов и по три для героя есть простой щиточек который такой же как все но не дает вард от расы есть щиточек который дает плюс 40 процентов это круто но есть реликт адамантова щит дает 50 процентов всем с этим щитом мы конечно чувствуем себя значительно уверенней ну и добавлю важная штука это накидка которая дает защиту войскам то есть эти накидки дают героям а это красная накидочка дает защиту 30 процентов войскам это здорово и да кстати хотел сказать что например щитов может быть так как героев у нас несколько может быть одета несколько для чего это может быть хорошо ну например если вы играете против природы понятно что щит с натур вардом он отличный но отлично зайдет шилд ордера защиты от хаоса потому что если оппонент приводит волшебных драконов у нас 50 процентная с 50 процентной вероятностью мы войска будут отражать конфуз который кастуют волшебные драконы снизится урон от молнии который кастует волшебные драконы в общем иногда иногда щиточков бывает полезно иметь несколько да и плюс к тому как я говорил мы честно говоря никогда не знаем обычно до самой встречи в финале какие войска приведет оппонент из какой маги он придет ну там можно за лайф найти книжку хаоса и вполне себе прокачать хаосник который будет дамажить до чуть не забыл сказать про вот шапки которые дают стал поинты и восстановление маны там еще есть трэжерная там шапочка вот ну это не самые там топовые лучшие артефакты которые мы хотим видеть у себя на респе корона причем у нас вроде бы она должна быть реликтом и в изменениях и этого нету но она выпадает как мажор как бы сама по себе крутая шапка один раз восстановили ману получили дополнительные 50 спал поинтов это очень круто но в целом не самая там топовые вещи которые мы хотим видеть на респе ну и теперь перейдем так кстати к защите да вот эти артефакты которые дают нам удачку тоже как бы повышают защиту но они повышают защиту и войск и героев вот они у меня например три штуки плюс три защиты всем героям и почему-то ну тут просто не показана эта штука и плюс 7 у нас на войсках с на кого-нибудь нападем давайте так нападем плюс 7 удачки на войсках это то есть 70 процентная вероятность она сыграет то есть каждый из этих артефактов дает плюс 1 и плюс 4 у нас от мастер лидерства тактика у нас тактик мастер лидерства вот отличная штука но это у нас трежери да по моему то есть не скажем что увидев его мы прямо там начинаем радоваться да но артефакты на удачку важны то есть если удачка прокает ваши юниты и ваши герои получают меньше урона ну и теперь вернемся к артам самое сладкое вкусное это тактические арты кроме щитов да в финальной битве есть два модификатора очень важные это мораль и инициатива мораль и инициатива чем они выше тем с большей вероятностью вы будете раньше ходить в бою в связи с этим вот эта группа артефактов становится для нас крайне желанной кружка которая дает три морали медалька которая дает две морали то есть ну и крест который дает одну мораль то есть чем больше меморали вы собираете тем круче также два сладких щита мюлич дает две морали и одну инициативу спид это инициатива в бою шлем командира дает 20 атаки 20 защиты и тоже одну инициативу в бою тоже сладкие артефакты очень рады их видеть на респе абсолютно имбовый артефакт кольцо скорости которая дает всем кричам и герою который выносит плюс 2 к инициативе очень важная штука особенно когда играете зеркало алебарда иногда бывает применимо вообще это как бы артефакт на там для барба да который бьет с расстояния в одну клетку не получает ответки повышает миллиатаку на 25 но собственно говоря иномага он хорош именно из-за того что тоже повышает скорость на 2 есть такая страдка что убийца у которого из-за класса инициатива плюс 3 берет алебарду прокачивается на изумрудах скорости и может опережать собственных дьяволов даже да то есть кидает канцелл быстрее всех ходят кидает канцелл и дьявола убивают вражеского тактика очень важные артефакты все их хотим видеть у себя на респе кольцо скорости вообще имба на безаре закрыта стоит там 40 тысяч монет то есть вот такой это важный артефакт и часто он очень важен в зеркальных играх то есть когда все у вас одинаково но выходите на побыстрее оппонент ну и вот эти вот модификаторы которые мы тоже рады видеть да прежде всего топор добавляет 40 атаки палец от 30 атаки и колечки на защиту и на атаку которые всегда приятно видеть у себя на респе и обязательно стоит их надеть финальную битву расскажу еще про несколько как мне кажется важных артефактов они имеют более узкую и не всегда стоит их одевать точнее как не всегда стоит одевать наверное на вот шлем разума я в обзорах за фракции говорил о том как они важны как этот шлем важен особенно там против ордера против хаоса важен то есть он не позволяет колдовать на себя никакие заклинания разума то есть прежде всего это заклинание контроля берсерк гипноз blind террор конфуз ну и соответственно масс конфуз cloud of confusion очень прикольная штука очень важный артефакт и скажем так лучше он будет у вас он чаще так как он мажор на на картах он скорее всего лежит на одной из сторон лучше он будет у вас и вы уж решите одевать его или нет потому что он также препятствует например массовому рвению на себя так что тут надо подумать из таких еще скажем мелких артефактов очень прикольная корона который позволяет кастовать заклинание разума на крич который к этому не очень игрой было изначально предусмотрено вот эта медалька она лежит часто на респе лучше если она у вас есть она предотвращает ну будем там попроще не позволяет на вас вешать террор из таких еще мелких артефактов да очень люблю паутинную стрелу которая приземляет любые летающие юниты при выстреле из лука два вот этих вот артефакта в экве я не знаю не помню что он делал ванильки если у вас есть стреляющие юнит в армии в частности там я не знаю гаргантюа или титаны или еще там циклопы вот этот артефакт дает им прямую стрелу всегда а это дает увеличенный урон по юнитам четвертого уровня очень тоже если есть стреляющие юниты очень хочется видеть из палок из палок выделю 3 эта палка хилинга помогает очень начале палка иллюзий достаточно имбовая штука при зачистке карты за любую разу и палка не мэйта заходит иногда тащит финалки то есть есть там всячески играешь против лайфа тебя там убери героев одного предположим ты убил ангела палка аниме ты его санимейтил и санимейченным ангелом поймал по поднял своего умершего героя то есть или там убил волшебного дракона санимейтил и у тебя появляется конфуз контроль в общем иногда тащит просто финалки очень важная палка очень хочется ее видеть что еще расскажу вот эту штуку полезно иметь на важном герой на тактике может быть может быть нет зеркало отражает заклинания потому что ну почти всегда у нас мы пытаемся отканцелить то есть снять имморталку с героев которые с противоположной стороны и когда ты снимаешь имморталку а в ответ снимается твоя бывает очень неприятно еще два артефакта достаточно имбовые на многих картах они закрыты точнее вот масс мисс фортун фисбенов мисс фортун закрыт на всех наших картах а роба закрыты на всех кроме одной абсолютная мба фисбен если вы вдруг играете карту на которую он открыт и если вы его нашли это большая удача если он у вас есть он кидает неудачу на все войска оппонентов это прям но это очень круто и роба которая позволяет любому герою терпеть любые без урона три удара вот оппонента тоже зачастую просто тащит финалки очень полезный артефакт который мы тоже обязательно хотим у себя видеть как вы видите ничего не рассказываю про всяческие мечи ну потому что в тех метах в которых мы сейчас играем онлайн герои которые наносят урон самостоятельно руками мы почти не бывает поэтому никаких практически мечей у нас нету вот еще кстати к луком до чуть не забыл хорошее добавление к этим двум луком реликт который иногда дают в квесте на power споте дает дополнительную атаку всем бронжевикам вашим то есть гарганчуа и так два раз стреляют с прямой стрелой суду в полтора раза больше атаки против 4 от слуг мы не будут стрелять три раза ну вообще круть короче вот такая история наверно все про артефакты что хотел рассказать по степени полезности очень важны вот прежде всего отмечаю до скорость мораль тактика атака защита броньки ну и всякие другие полезные штуки кольцо здоровья очень важны особенно когда их два слушайте бывает бывает их два потому что это минор прям одно удовольствие хрен убьешь этого тактика вот из последней я ее не транслировал эту финалку перед финалкой на поясе но вот практически все что хочется на тактика разве что топора не хватает ему здесь то есть мюллеч морали скоростью плюс 2 мораль плюс 3 мораль еще по плюс один кольцо защиты от магии а вот еще про топки забыл сказать топки увеличивают передвижение по в бою то есть юниты дальше пробегают отличный адамантин с дефенсом плюс 50 который получил в центральном споте тактика имеет защиту 135 мораль на героях плюс 11 на войсках плюс 15 то есть они обязательно будут с моралицы будут ходить в первом раунде вот такой вот тоже набор неплохой это набор на удачку грифанхат защитой плюс 30 кольцо на атаку кольцо на защиту и тоже защита от магии ну и слабенький уже бегун на него артефактов не особо осталось вот ребята практически идеальный кач для тактика очень повезло в этой игре с артефактами так что стремитесь собирайте артефактов больше выбирайте что важно что нет вот например на своем респе вот нужно было выбирать приоритеты хотелось зайти сюда получить арбалет прямой стрелы было немножко не в темп сюда ради посоха не побежал потому что жалко было на этот посох мувов он не очень был нужен а вот здесь была медалька плюс 3 ее забрал сюда сбегал то есть это определяет ваши приоритеты по карте куда вы бежите за какими артефактами и при старте игры особенно если вы играете с рестартами как мы играем можете определить полезность артефактов на респе чтобы принять решение играть этот расклад или зарестартить ну чтож на этом все с вами был шнуров играть в четвертых героев приходите к нам в дискорд ставьте лайки подписывайтесь давайте вопросы получаете ответ с вами был шнур подписывайтесь на мой канал подписывайтесь на мой канал подписывайтесь на мой канал подписывайтесь на мой канал